Приветствую вас. Скорее всего, то, что я скажу вам не понравится, но я надеюсь, что, по крайней мере, вы постараетесь услышать меня и мою позицию. Опираясь на опыт работы с людьми, я могу сказать не с полной, но с достаточно сильной уверенностью, что люди, которые ищут литературу, надеются найти общий универсальный ключ для решения своей проблемы. Такого ключа нет. Потому что все люди уникальные, все люди индивидуальные, а литература, которая пишется исключительно только для людей, интересующихся психологией и психотерапией, достаточно отвлечённая. Вот. И для, собственно говоря, людей, которые, ну, этим занимаются. То есть литература не предназначена для того, чтобы, изучая её, человек решал свои проблемы. Как это не парадоксально, но человек, который пытается найти такого рода литературу, как правило, преследует одну цель. И эта цель, сейчас мы подходим к тому, что, собственно, вам, скорее всего, придётся не по душе. Такой целью является всё, что угодно, только не помощь в, ну, в работе над собой. То есть всё, что угодно, всё, что угодно, кроме помощи в работе над собой. Почему? Почему так? Ну, казалось бы, человек ищет литературу, значит, он, наверное, хочет, чтобы ему помогли. Ответ достаточно банален и прост. За попыткой найти знания, человек прячется от самого себя, от своих проблем. Ответ достаточно банален. Даже вы, в своём тексте, описывая проблематику, свою проблематику, как бы вам так сказать, за ней прячетесь. То есть вы просто убегаете от проблемы сейчас, пытаясь найти литературу. Да, у вас очень непростое детство. У вас очень непростая семья. У вас явно непростое отношение к себе и, ну, и восприятие, значит, себя. Самой. Но это мало, что меняет. Потому что всё равно в том, что вы описываете, в том, что вы говорите, нет одного очень важного элемента, а именно вас. То есть, говоря про кого-то, говоря, например, про свою семью, вы исключаете из поля зрения тому себя. Вы исключаете из поля зрения свои переживания, вы исключаете из поля зрения свои чувства. Поэтому литература вам не поможет. Но вот что поможет совершенно точно, так это работа с вашими собственными эмоциями по этому поводу. Работа по немного-немало раскрытию себя, своих эмоций, своих переживаний, своих чувств к тому, что происходило в вашей семье. Вот то, что вам может помочь. То, что может сделать вашу жизнь качественно лучше, качественно приятнее, качественно свободнее. И, конечно, конечно, это не подразумевает то, что вы будете выгналивать ответственность за ситуацию, которая с вами произошла. На других людей, в частности, на своих близких, которые, может быть, и ответственны за то, что с вами произошло. Так что здесь такая вот история. Да, она не совсем может быть приятна и скорее всего, но тем не менее. Таким образом, мне кажется, что наиболее конструктивной позицией для вас было бы исследовать свои собственные эмоции и переживания. А не, так сказать, акцентировать внимание на, например, в прошлом, акцентировать внимание на детстве и на родителях. Конечно, в той или иной степени сделать это, может быть, потребуется. Но, давайте не будем увлекаться в этом направлении и думать, что все проблемы решат именно, точнее, все проблемы решит раскрытие деткородительских отношений. Сейчас. Значит, так. Вы пишите, у меня было тяжелое детство, мама держалась до семьи, исполняя авторитарный рот. Вот я понимаю все проблемы с детства. Какие? Я не знаю, как это исправить, исправлять, а что именно исправлять? То есть, вот, когда, ну, когда вы говорите исправить, да, на ум сразу приходят такие ассоциативные вещи, например, как, допустим, корректировать, значит, менять. Справляться с проблемой. Но это вы. Ваша проблема, как таковая, проистекает исключительно из того, что вы не обращаете внимания на свои чувства. Вы привыкли их подавлять. И надо сказать, что это не так уж и странно, учитывая, что ваша мама была, да и, наверное, есть, достаточно авторитарным человеком. Вот. То есть идея заключается в том, одна из важнейших идей заключается в том, чтобы раскрыть ваши, например, чувства, чтобы раскрыть ваши, например, переживания, чтобы вы увидели лучше себя, чтобы, возможно, вы поняли лучше себя, чтобы, возможно, вы лучше отдавали себе отчет в том, собственно, что вы из себя представляете, какая вы, чего хотите. Если, конечно, вы не боитесь подобных откровений, которые могут продемонстрировать вам некие противоречия, трудности и неэффективность, и неэффективность той модели поведения, которую вы сейчас, допустим, придерживаетесь. Дальше. Не все проблемы проистекают из детства, Юля. Многие проблемы проистекают не из детства, а потому, например, что человек совершает выбор. Человек делает выбор. И многие проблемы проистекают именно из выбора. Вот. Поэтому я думаю, что справедливо отметить данный момент и обратить на него важно внимание. Потому что не все, еще раз повторю, не все проблемы происходит, а происсякают из детства. Не все. Какие-то, конечно, да, вот, но какие-то и нет. Но абсолютно все, абсолютно все проистекают. Проистекают из выбора. То есть человек сам делает свой выбор. Дальше. Можете порекомендовать какую-то литературу? Я уже сказал, литература не литература вам не поможет. Отношения с мужчинами не складываются. Потому что модель поведения с мужчинами у вас, скорее всего, такая, что вы либо, либо вы подчиняетесь полностью. Вот. Человеку. Либо, если вы полностью не подчиняетесь, то, ну, возможно, пытаетесь, пытаетесь его подавить. Вот. Потому и отношения с мужчинами у вас не складываются. Ибо для авторитарной модели поведения у вас не хватает ресурсов, вероятно, вероятно. Для авторитарной модели у вас не хватает ресурсов. А для не авторитарной позиции вам не хватает сил. Потому что, ну, вы, например, можете бояться просто вот того, что ситуация, которая была в вашей семье, да, она повторится, она, скорее всего, повторилась. Вы говорите о том, что у вас был ранний брак, вот, что свидетельствует о том, что, возможно, у вас отсутствует такой, такой, знаете, вот, ну, свой смысл жизни. То есть, свой личностный, вот, именно ваш, лично ваш смысл жизни. Что, собственно, и привело вас к тому, что вы вступили в ранний брак. Вот. Такая вот история. Опять же, я вас ни в коем случае сейчас не обвиняю. Я не хочу вам сказать, что вы какая-то плохая и так далее. Нет. Просто говорю о том, что у этого есть причины. И книги, литература, ваши, ну, ваши проблемы, да, литература не решит. К сожалению. Вот. Потому что, ну, действительно, есть некие ограничения. Вот. В помощи такого рода себе. Вот. И эти ограничения не обходятся. Вот. То есть, то, что вы, вот, сейчас обратились к нам на ресурс, это здорово. Вот. Это потрясающе. Вы молодец. Молодец. Потому что не все и не каждый обращаются за помощью. Не все рискуют это сделать. Вот. Так что, то, что вы и так поступили, это великолепно. Вот. Ну, это только первый шаг к решению вашей проблемы. Следующий шаг, это именно психотерапия. Вот. С выбранным вами специалистом. Вот. И, как бы, путь вместе с специалистом к вашему счастью, к вашей гармонии внутри себя. Ни много, ни мало, к свободе от тех вещей, которые на вас давят. Так. Это с точки зрения, вот, профессиональной психотерапии. Так нужно двигаться. Вот. Вот так вот, Юля, можно вам ответить. Такой вам можно дать ответ. Вот. Я не ожидаю и не рассчитываю на то, что вы поверите мне. Вот. Ну, надеюсь, надеюсь только на на ваше благоразумие, надеюсь на то, что вы, значит, все-таки прислушаетесь к моим словам и хотя бы что-то для себя вынесете. Да. То есть, если, там, не хотите, например, консультироваться онлайн, допустим, вот, что, в принципе, является вашим правом, да, и никто вас не может заставить это делать. Вот. То хотя бы, кажется, проконсультируйтесь в реальном, ну, в реальном времени, в реальном опыте с реальным специалистом, который вы будете видеть в реальном, может быть, кабинете. Вот. Тогда, мне кажется, кажется, вам самой будет лучше и приятнее, потому что, опять же, литература, она не учитывает. Это какая штука, какая штука, вот, литература, она не учитывает вашей индивидуальности и вашей уникальности. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.